Новая норма не берется из ниоткуда, утверждают специалисты. Это может быть наиболее популярный вариант употребления, как, например, кофе среднего рода, так многие говорят, либо возврат к существовавшему когда-то варианту. Язык меняется всегда, менялся всегда. Это аксиома, об этом говорят все лингвисты. И, естественно, что меняется язык в связи с изменениями в обществе. Предположим, приходят новые слова иностранного происхождения к нам в язык, из каких-то языков, источников. Они пишутся в языке-источнике определенным образом, и у нас начинают в соответствии с этими своими нормами употребляться. Так было со словом йогурт. Слово это тюркского происхождения, известное с незапамятных времен. Первое время произносилось как йогурт. Затем на русский манер с ударением на первый слог – йогурт. Новая норма – это возврат к старому варианту. Мне секрет, что сейчас в целом наш язык подвержен очень основательно тенденции к демократизации. Понятно, что он более сниженным все становится по своим стилистическим окраскам. И вот эти нелитературные компоненты, которые в период Советского Союза, скажем, не могли вообще даже употребляться в пределах литературного языка, литературных текстов, тем более письменных, сейчас употребляются. И это уже становится нормой. А это что? Диалектные, конечно, территориальные диалекты, я имею в виду, жаргонные слова, профессиональный жаргон, очень тут активен. И просторечие городское в целом. Но это не значит, что звонит и ложит может стать языковой нормой. Специалисты уверены, что те изменения, которые сейчас есть в языке, это закономерный этап его развития. Есть вообще крайние на этот счет позиции лингвистов, что мы переживаем просто национальную катастрофу. Я не разделяю этих позиций как лингвист. Почему? Потому что считаю, что да, действительно, он, развиваясь по своим вот этим законам, он от многого очищает себя. Постепенно это, конечно, происходит. Кстати, студенты, которые первыми узнают о новых нормах и стандартах, придерживаются все-таки литературной нормы. В словарях она всегда стоит на первом месте. При этом следят за правильностью своей речи, стараются избавиться от речевого мусора. Они ждут, пока ошибки станут языковой нормой. Самое первое, я помню, прямо на первом курсе, это по средам за деньгами. Заржавить, помню, преподатели нам говорили. Обеспечение, например, ну вот так, или, допустим, ходатайство. Дело возбуждено. Потом на конституционном праве нас учили писать правильные слова, такие как «суверенитет» и много других слов. Сейчас не вспомню уже. Субтитры создавал DimaTorzok